В феврале этого года в травматологическое отделение ЦК СВМП имени Чучкалова поступил 26-летний Сергей Кириллов. Молодого человека доставили с тяжелейшей травмой руки. Его ладонь попала между валами станка. Пациент получил тяжелейшую травму с отрывом части четырех пальцев, то есть ногтевых и средних фаланг, с потерей большой части кожи тылокисти, ладонной поверхности кисти. Такие травмы обычно приводят к полной трате функции кисти, соответственно, к инвалидности. Врачи все-таки решили попробовать сохранить пациенту руку. Главную роль здесь сыграла его молодость. Оставлять без руки человека, у которого еще вся жизнь впереди, врачи не решились. И приняли решение о проведении сложнейшей операции, которую делают в их отделении. Сергею решили закрыть дефекты кожи руки с помощью лоскутов, которые были взяты с кожи живота. Это был первый этап лечения пациента. За те два месяца, что прошли с момента получения травмы, Сергей Кириллов прошел уже несколько этапов. Сейчас его рука соединена с передней брюшной стенкой, для того, чтобы кисть могла получать питание кровью. Примерно через три недели мы эту лоскут отсечем, то есть освободим полностью кисть, начнет активный этап разработки. Однако это тоже еще не все. То есть надо будет формировать пальцы. Это, опять же, длительная, уникальная операция. Возможно, даже с использованием микрохирургической техники, методом аппаратного лечения, проведение кожной пластики многоэтапной. По словам врача, подобные пациенты поступают к ним по нескольку раз в год. Хотя в последние годы их все меньше. Сказывается тот факт, что процесс производства стал куда безопаснее, чем был раньше. Что касается возраста таких пациентов, то это в основном мужчины от 20 до 40 лет. Самые трудоспособные годы. Сам Сергей Кириллов, по его словам, ни минуты не сомневался в том, что врачи смогут спасти его руку. Сейчас он готовится к выписке и совершенно спокойно воспринимает все необходимые процедуры. Закончить процесс восстановления руки врачи планируют к концу года. Сергей же после восстановления снова хочет встать к станку. Профессию из-за травмы он бросать не собирается. Игорь Юлитин, Юрий Конихин. Новости дня. Ульяновская правда.